Дорогие друзья, всем доброго здравия. Я вас всех рад приветствовать. Пожалуйста, сообщите в чат, как вы меня слышите, видите ли вы меня. Сегодня помогать мне переводить вебинар будет Андрей Ковшик, руководитель коммерческого отдела компании Веда Пульс. Наш вебинар будет на двух языках. Для русскоязычных слушателей они будут слушать меня, для англоязычных слушателей они будут слушать Андрея. Сегодня вебинар будет на двух языках. Русскоязычный язык для людей из России и английский язык для людей из других стран. И я хочу извиняюсь к русским участникам, потому что презентация будет в английском. Таким образом, проживайте ваш английский знание из школы или из университета и попробуйте переводить. Итак, мотивом к созданию этих модулей, над которыми я работал по меньшей мере уже около 6-7 лет, послужило то основание, что практикующий фитотерапевт всегда стремится к тому, чтобы самостоятельно создавать персонифицированный индивидуальный фитосбор. И вот буквально две недели назад я вернулся из ашрама доктора Лада из Индии, где подошел в школе. Вот руководством в течение двух недель с группой врачей мы осваивали ряд сакральных моментов, связанных с пульсовой диагностикой, которые в ближайшее время появятся в ведопульсе в том числе. И когда он работал с пациентами, то безусловно он назначал готовые комплексные препараты. Но его ученики, и мы видели, как он это делает, он любит это делать, назначает индивидуальный фитосбор, исходя из конкретной ситуации. Удержать в голове весь объем знаний, особенно когда речь идет о классификационных категориях китайской или аюрведической медицины, практикующему специалисту бывает очень сложно. И это очень сложный тест для специалистов Айурведы или традиционной чиновной медицины, чтобы в понимании все детали, что касается композиций к herbal терапии. Именно поэтому, работая как фитотерапевт, сам лично я понял, что специалисту нужен хороший электронный помощник, энциклопедия, которая может стать точкой опоры в принятии правильного решения при работе с пациентом. That is why, being a herbal therapist myself, I understood that the specialist needs an electronic guide, an electronic encyclopedia to prescribe a certain herbal composition to the patient. Нужно сказать, что модуль фитоэнциклопедии, модуль аромоэнциклопедии является частью большой научной работы, которую проводит Национальная юридическая медицинская ассоциация. Needless to say that aromatherapy, aroma encyclopedia and herbal encyclopedia modules are a part of the great work conducted by the National Ayurvedic Medical Association of Russia. Более того, мы безусловно заинтересованы в кооперации с другими специалистами из разных частей мира, поскольку существуют растения эндемики, которые могут отсутствовать в энциклопедии, и мы готовы добавить их туда, но это требует такой детальной научной работы. Moreover, we're always looking forward to work with the specialists from other countries, because it happens so that there are endemical herbs growing in that part of the world, which we know nothing about. So we are ready to add those herbs to the module. Итак, если говорить о принципах и алгоритмах, которые лежат в основе модуля фитоэнциклопедии, а мы первую часть лекции посвятим именно этому модулю, то, безусловно, в основе разработки лежали аутентичные концепции традиционных систем оздоровления. На сегодняшний момент в современной оздоровительной практике присутствуют, в принципе, два основных варианта. подбора лекарственных растений. Первый вариант, он распространен в основном в западной системе, когда подбор идет методом анализа чувствительности человека к этому гомеопатическому или, допустим, растительному препарату. In today's health practice, there are two ways of approaching the herbal therapy. The first one is mainly used in the West, and it tests the individual sensitivity of a person to the certain herb. It's like a homeopathic principle. Но этот метод в определенной степени слепой и основан на очень сильно развитой интуиции того специалиста, кто это использует. В основе работы модуля фитоэнциклопедии я взял как раз подход, который принят в восточных практиках, когда назначение лекарственного препарата растения основывается на описании его канонических свойств. But the basal approach that we have in the herbal encyclopedia module is more the eastern approach, where we test the... ...который основан на каноническом описании лекарственных растений. Which is based on the canonic description of a herb. И это, безусловно, более фундаментальный подход, потому что если мы знаем конституцию человека, если мы знаем классификационные категории лекарственного растения, то, в принципе, с очень большой вероятностью мы сможем оказать правильное воздействие с нужным лечебным вектором. And no doubt that this is a more in-depth approach, because knowing the constitution of the person, knowing the qualities of the herb, we have more... The chance is that we are more likely hit the center of the disease and will influence the person in a greater way. Если мы возьмем аюрведическую фармакологию, которая, безусловно, представлена в модуле фитоэнциклопедии, то нужно отметить, что ее принципы восходят к уникальной философской системе санхи. If we take the ayurvedic approach in the herbal encyclopedia module, it is based on the sankhya approach. And without describing the metaphysical approach, we can say that in ayurveda says that the material nature, пронизывает поток сознания, penetrates the inflow of the consciousness, of the mind. И этот поток сознания, или осознанности, он связан с потоками праны, которую еще на западе называют жизненной силой. And this inflow of the consciousness is connected to prana, which is also associated with the lively force. Таким образом, если посмотреть на лекарственное растение через эту призму, то его можно представить как сгусток энергии праны, благодаря касанию которого оно воздействует на организм человека. Thus, if we look at an herb through the prism of Ayurveda, we will see that it is a lump of prana, literally. Но качество пранического потока у каждого лекарственного растения определяется доминированием тех или иных первоэлементов, которые фактически привносят качество материальной природы. И таким образом, восточная фитотерапия, без разницы, будь то китайская или аюрведическая, или другие восточные системы, она в своих сакральных корнях апеллирует именно к тому, как эти пранические потоки лекарственного растения воздействуют на пранические потоки организма человека. And no matter what medicine we take, whether it is Ayurveda or TCM, any eastern medicine, it tells, it revolves around the influence of pranic flow of an herb and how it influences the pranic flow of a person. Но чтобы понять это качество праны, которое проявляется через конкретные лекарственные растения, в аюрведе были введены определенные классификационные категории, которые вы видите на этом слайде. And to understand that pranic flow of Ayurveda adopted the classification categories that you see on the screen. Соответственно, каждая классификационная категория описывает, каким образом этот пранический поток будет оказывать специфическое действие на организм человека. And each category describes the way how the pranic flow will be influencing the person itself. And, соответственно, чтобы нам понять и подобрать лекарственные растения, мы должны в уме держать очень четкое каноническое описание каждого лекарственного растения, что порой бывает очень сложно сделать, особенно когда вы нечасто работаете с этим лекарственным растением. И если мы берем, допустим, такую классификационную категорию как раса, которая часто ассоциирует с понятием вкуса, то мы должны вкладывать ряд как бы сакральных корней, сакральное видение, что значит данная дефиниция. And if we take, for example, the category called rasa, which is usually associated with the taste, we need to understand the canonic roots, the canonic descriptions which stand behind the scenes. Ну вот в качестве примера, если мы возьмем, допустим, матхура-раса или сладкий, или по данным некоторых авторов нейтральный вкус, то лекарственные растения, обладающие этим вкусом, фактически воздействуют на два первоэлемента в теле человека, на водную фазу и на плотную фазу, на землю и на воду, с точки зрения первоэлементов. So if we take, for example, матхура, which is the sweet, or in some of the sources it is neutral, it has the neutral taste, then it influences the two types of elements, which one of them is liquid, and one of them is solid, it is water and earth. Но по своей сути, как вы понимаете, вкус это лишь верхушка айсберга, проявление в этом лекарственном растении доминирующих первоэлементов, которые и несут эти качества. But as you understand, this is just the top of the iceberg, it is manifestation of these two elements in the herb, the water and the earth. Но описание вкусов лекарственных растений позволило создать стройную систему, которая определяет действия лекарственного растения. Ну, например, в случае кислого вкуса мы видим, что это лекарственное растение будет запускать процессы трансформации в твердой фазе, или, допустим, соленый вкус будет запускать процессы трансформации в жидкой фазе в организме. But the description of the qualities of herbs allowed us to understand the action of that herb. For example, if we take the sour taste or amla, you can see that it starts to transform the matter. It transforms the matter into the solid matter. Далее, если мы хотим правильно подобрать лекарственные растения, мы должны учитывать те гуны или те качества материальной природы, которые несет это растение. И за каждой гуной стоит конкретный физиологический, биохимический, психофизиологический, в общем, какой-то конкретный процесс в организме. Now, if you want to choose an herb, we need to take into account gunas. And after each guna, there is a certain process, biochemical process, психофизиологический. Ну, например, если мы возьмем гуну, который на санскрите называется снитха, то лекарственные растения, обладающие этим качеством, будут влиять на водно-солевой и жировой обмен, фактически изменяя баланс содержания жидкой фазы в организме человека. If we take guna called снитха, it will influence the fatty tissue and water and salt metabolism in the body. И оппонент этой гуны, рукша, соответственно, при доминировании, будет формировать свойства сухости. И баланс этих качеств при их описании в лекарственном растении позволяет доктору, используя эту логику, влиять на эти физиологические процессы. And the opponent to that guna called рукша will be drying the body. Крайне редко, но все-таки встречается в каноническом описании лекарственных растений упоминание о том, что оно действует на конкретную тхату, или, правильно сказать, на метаболизм в этой ткани. There is a rare mentioning that certain herbs influence certain thatus or tissues. Соответственно, если мы хотим оказать прямое воздействие в ходе сампрамки патогенеза развития заболевания, когда доша выходит из местной локализации и начинает оказывать воздействие, смешиваясь с тхату, вызывая патологический процесс, мы также должны участвовать это качество растения. So, during the somepromptive process or pathogenesis, we need to take into account when the doshas go out of balance, out of their place, we need to take into account the tissue connection. Что касается китайской фармакологии, то, безусловно, она не менее, она также глубоко и детализировано проработана, правда, в своих терминах и понятиях. Concerning Chinese pharmacology, it is also very in-depth and very diverse, but in its own meaning. Здесь также выделяют определенные классификационные категории, которые вы видите на представленном слайде. There are also classification categories, which are chosen, which you can see on the screen. И также выделяется теория вкусов, также выделяется качество материальной природы, в первую очередь в аспекте энергетики, которая в Айрведе называется вирия. There are also tastes, also the... Also the energy of an herb, which is called virya in Ayurveda. Но если в айрведической традиции выделяют три основных вида энергетики, горячая, нейтральная, анушная и холодная сито, то в китайской традиции выделяют пять видов энергетики. And if in Ayurveda there are three types of energy, the cold one, the hot one, and the one in the middle, в китайской пять. Then the Chinese herbology chooses five types of energy. Для особо пытливых умов предлагаю найти небольшую неточность в этом слайде и написать в чат, какой энергетики здесь не хватает с позиции китайской фармакологии. And for very attentive people, please find the mistake on that slide and write down in chat the missing energy. Кроме этого, в китайской традиции, подобно тому, как в айрведе описывается влияние над хату и шротас, описывается связь данного лекарственного растения с влиянием на конкретный энергетический канал или меридиан. And also, just like in Ayurvedic tradition, there is a description of connection of хату и шротас. In Chinese medicine, there is the connection of the meridians. Подобно свойству карма, когда описывается фармакологическое действие в айрведе, в китайской традиции есть описание с позиции эффекта влияния на определенное состояние, ну, например, на состояние дефицита энергетии или пустоты крови. And just like in Ayurvedic tradition, there is an influence called karma. The Chinese tradition also has the same thing, but it is manifested in the effect on a certain syndrome. And just like in Ayurvedic tradition, when the herbs are divided into 33 different classes, Chinese herbology has more than 20 different classes. Соответственно, зачем я вам все это говорю? Я говорю лишь о том, что когда создавался модуль фитоэнциклопедии, мы пытались взять за основу ту традицию, которая есть в айрведической практике и в китайской практике, чтобы реализовать это все в алгоритме, чтобы этот алгоритм стал надежным помощником в работе практикующего специалиста. Why am I saying this to you? Because while developing the module, we wanted to take that tradition from Ayurveda, from Chinese medicine and to incorporate it in the module, which will become a very good helper for you, your decision support. Но мало оценить и знать аэрологические или китайские свойства лекарственного растения. Очень важно еще и понять, а что происходит с человеком. Поэтому наблюдение, осмотр, формирование определенных выводов о текущем функциональном состоянии это важная часть понятия, которое называется персонифицированная медицина. But it's just not enough to know the qualities of the herbs from the standpoint of Ayurvedic medicine or traditional Chinese medicine. You also need to understand what is going on with the person, with the patient, which processes are there in his body. And this is the basics of the personified man. И с точки зрения Ayurveda, вы знаете, что выделяем несколько базовых кондициональных типов, верификация которых, в принципе, достаточно для работы специалиста. И каждый из этих типов он несет черты аутентичности, те черты уникальности, не учитывая которых можно лекарственным растениям даже навредить. And you know that in Ayurveda there are nine or even ten, if we take three dosha, different types of constitution. And if you do not take them into account when prescribing a certain herb, you can even harm the person. Well, на самом деле кондициональных типов у Ayurveda значительно больше. И даже если мы берем дуальный тип, например, Капха-Пита, то это достаточно гетерогенный кондициональный тип, который рассыпается еще на несколько субтипов, исходя из особенностей доминирования и взаимодействия первоэлементов в теле человека. Of course, there are more than ten main constitutional types in Ayurveda. And if we take, for example, Капха-Пита type, it's a very гетерогенic type which divides into more types depending on the balance of the main elements. Ну, я надеюсь, вы все прекрасно понимаете, что Капха-Пита и Пита-Капха это достаточно разные типы с точки зрения и физиологии, и психологии, и морфологии. And I hope you understand that Капха-Пита и Питта-Капха these are two different types of constitution from the point of morphology, from the point of physiology and from the point of psychology. И если Капха-Пита в первую очередь будет носить определенные риски по нарушению жирового обмена и проблемам свертывания крови, которые в далекой перспективе могут формировать склонность к развитию инфарктов и инсультов. And if Капха-Пита will be very prone to the problems with fatty tissue and blood coagulation, which will lead to heart diseases and cardiovascular diseases, то Питта-Капха-Тип в первую очередь в китайской традиции это синдром скомпления жары и сырости будет проявляться склонностью к различным воспалительным заболеваниям и как следствие результатом воспалительных заболеваний будет являться достаточно выраженная предрасположенность к формированию различных конкрементов и камней. Then Питта-Капха-Тип will be in traditional Chinese medicine this is the syndrome of the heat and dampness and this type will be very prone to the inflammatory diseases, which later on will lead to the formation of different stones and concrements. Поэтому между синдромами ТКМ и конституциональными типами принятых в юридической традиции существует прямая корреляция, которая представлена на этом слайде. So there is a direct correlation between Chinese syndrome and ayurvedic types, which is presented on this slide. И увидите, что, допустим, вата-капха тип, который, как правило, обладает понятием Вишамамаманда Агни с низким огнем пищеварения, в китайской традиции соответствует синдрому пустоты Ян. И если мы посмотрим на симптоматику это синдром, она полностью будет соответствовать понятию вата-капха. And if we take вата-капха type in ayurvedic medicine, which is always associated with low огни, then it is correlated with the emptiness of Ян syndrome in Chinese medicine. And if we take the description of that syndrome, you will see that it is identical to the description of an ayurvedic type. But why do we need to know the nature or the current pathological syndrome of a patient? Потому что, во-первых, мы начинаем понимать, что, обладая этой природой, человек, во-первых, имеет определенные преимущества, которые, как таланты, он может развить, а с другой стороны, он имеет определенные уязвимости, которые, в случае, если он ведет, не следуя своей природе, неправильный образ жизни, могут превратиться в болезни. И мы понимаем вектор, по которому будет двигаться этот организм. On the one side, we understand that there are certain powerful sides of that patient which will help him develop his talents. On the other side, this is proneness to certain diseases. And if the person will not lead the right way of life, then he will, that it will eventually lead him to the disorders. Ну и, во-вторых, очень важным моментом является то, что если мы не знаем природы, нам иногда очень сложно назначить именно индивидуальное и персонифицированное лечение. В принципе, это можно сделать, назначая некие сбалансированные комплексные препараты, но когда мы можем это сделать с учетом кондициональных особенностей человека, то мы можем влиять на причину, которая лежит в основе развития этих болезней, а часто эта причина связана именно с дисбалансом ДОЖ. And the second thing is that by knowing the nature of the person, we cannot directly influence the certain disease. Of course, we can influence with some kind of balanced herbal composition, but in order to understand the real problem of the person, the real disease, and to influence it directly, we need to understand the constitution of the person or his DOSHA balance. Именно поэтому много лет назад был разработан аппаратно-программный комплекс VEDA PULS, чтобы помогать практикующим специалистам, которые глубоко не погружены в аутентичную практику, но хотели бы использовать принципы юридической китайской медицины, определять природу человека через баланс его основных систем регуляции, через баланс его МАХАДОЖ, СУБДОЖ и так далее. That is why many years ago we have developed a system called VEDA PULS, which allows specialists who are trying to learn these medical systems to understand the balance of the main regulation systems of patients or Maha-Doshas, their sub-Doshas. И таким образом модуль фитоэнциклопедии он не самодостаточен. Ему обязательно необходимы объективные данные, которые он получает при регистрации записи на VEDA PULS. That is why the herbal encyclopedia module is not a separate thing. It requires the information from the assessment which is done for the patient. Потому что много чего из функционала фитоэнциклопедии формируется индивидуально под конкретного человека исходя из тех объективных данных, которые мы получаем на приборе. Because many things in the prescription for the patient, the herbal prescription for the patient is taken from the information that is received from the assessment. В качестве примера буквально один пример. На самом деле я хотел по каждому синдрому пройтись, но мы бы тогда наверное очень долго с вами дискутировали бы на эту тему, а хотелось бы ближе подойти к функционалу модуля фитоэнциклопедии. Мы остановимся на таком синдроме, который в Китае называется синдром дефицита энергии ци. В юридической традиции это состояние эквивалентно состоянию вата викрити с дефицитом таких концептуальных понятий как ауджас и дефицитом праны. И в условиях вот такого достаточно жесткого энергодефицитного состояния первый удар на себя принимает иммунная система, которая запускает целый комплекс достаточно сложных иммунопатологических состояний в организме этого человека. И какой бы синдром при состоянии высокой ваты допустим запор, сухость или допустим артриты вы не назвали, мы всегда в патогенезе этого состояния можем найти как раз аутоиммунный либо иммунопатологический компонент, который и возникает на фоне дефицита энергии. И, в частности, в биорюдической традиции для этого состояния разработана целая программа действия, каким образом с помощью пранического касания лекарственного растения с определенными качествами можно компенсировать этот дефицит энергии в организме человека. И, в принципе, дает информацию в целом системе, как с праническим качом эти дефициты хайвата могут быть лекарственные И это описано как раз в тех модальностях, которые должна обладать лекарственные растения. В частности, в этом случае мы видим, что должны быть определенные доминирования первоэлементов проявленной вкусы. И, of course, there are different modalities of approaching that. First off, we can see that there needs to be a certain quality of первоэлементов of certain qualities of the first elements who are in the quality of material nature. Manifested in the taste and the qualities of material nature. И, если мы соблюдаем это правило, то такой кондициональный подход позволяет нам очень качественно воздействовать на состояние здоровья человека. And if we follow this rule, it allows us to precisely influence the condition of the patient. И одним из таких очень известных лекарственных растений для этого состояния, например, является астрогал монгольский. And one of the most famous herbs for that condition is монголи астрогал. Соответственно, VedaPulse, когда анализирует состояние высокой ваты, смотрит текущее состояние функциональное по пульсу органов, он дальше апеллирует к модулю фитоэнциклопедии и сопоставляя эти объективные данные начинает рейтинговать базу лекарственных растений под определенным математическим углом. So, what VedaPulse does in this situation? After the assessment, it starts to analyze the dosha balance, the information from meridians, and by applying the mathematical algorithms, it starts to rate the herbs by their action. И при таких состояниях он подскажет вам, что в юридической традиции также есть лекарственные растения, например, это индийский женьшень, которые можно использовать с такой же эффективностью, как и астрогал. And it will say that there is a certain herb in Ayurveda which can be used with the same effect as astragal. It's ashwagandha. Но если мы берем модуль аромоэнциклопедии, то такое же воздействие на природу человека с нужным вектором можно оказать и используя аромамасла. And if we take арома энциклопедия module, we can say that this same effect can be received by using essential oils. And Vedapulse will tell you to use for example the essential oil of lemon. Or aroma oil of valerian. или допустим другие аромомасла, которые влияют на данное состояние. Or any other aromatic oils which will influence this condition. А сейчас мы перейдем к модулю аромоэнциклопедии и попытаемся кратко в таком же ключе его описать, потому что основной принцип его разработки как раз лежал в том, что создание индивидуальной аромакомпозиции должно строиться также на понимании с одной стороны свойств аромамасла, с другой стороны данных объективных о природе пациента. Now let's switch to the aroma encyclopedia module. This module was created by keeping in mind the fact that every specialist needs to know the properties of aromatic oil as well as the functional and constitutional peculiarities of the patient. module aroma encyclopedia состоит из двух основных разделов это рейтинг и собственно encyclopedia в перспективе здесь также появится аромаконструктор который позволит вам за счет пошаговой инструкции сформировать индивидуальную аромакомпозицию. в разделе рейтинг внешнее окно напоминает модуль фитоэнциклопедии где также сохранен аромасветофор где существует аромарейтинг где есть место специально выделено для формирования индивидуальной аромакомпозиции где прописываются различные методы использования того или иного аромамасла а также отводится место для ваших указаний по приему по использованию данной аромакомпозиции. The rating section is pretty much similar to the one you saw in the herbal encyclopedia it also shows the individual rating of herbs and traffic aroma traffic light it shows the aroma composition itself and it shows the methods of administration for the herbal composition and of course we haven't forgotten about your personal method of administration which you can write down in this window. there is also one more feature that we have in the description aroma muscle разделing them on the so-called base and upper and lower tones which are important to create aroma composition so that the aroma function действует in the period of a certain period of time. Также есть еще одна важная вещь, которая называется ароманодес. Мы использовали различные ноты для ароматных ойлеров, топ-мод, hard-мод, или core-мод, и базаль-мод, И так, что же может модуль арома-энциклопедии? Он также на основании объективного анализа текущего функционального состояния человека и анализа его природы формирует математический образ арома-масла, который проявляется в виде рейтинга. So, what is a ROMA-encyclopedia module capable of? It also, after the Vetapulse assessment, by taking into account constitutional peculiarities of the person, it creates a mathematical model of an essential oil with the certain properties or qualities. Здесь также распределение арома-масла будет зависеть от исходных свойств с точки зрения юридической китайской медицины, которые разносят арома-масла по так называемому аромасветофору. В нозологическом фильтре модуля арома-энциклопедии также есть те позиции, по которым мы можем использовать аромакомпозицию как при соматическом типе заболевания, так и при психоэмоциональных и психосоматических расстройствах. Для этого нам достаточно выбрать необходимые лекарственные заболевания. В нозологическом фильтре в арома-энциклопедии позволяет нам не только фильтровать essential oils соматическими заболеваниями, но и с психосоматическими заболеваниями и психоэмоциональными заболеваниями. И мы очень подробно, насколько это возможно, попытались остановиться на различном способе использования конкретного арома-масла в аромалампах, в варианте ингаляции, приема ванн, при использовании этого масла в качестве дополнения к массажным процедурам и так далее. И так же, как и у фитоэнциклопедии, в модуле аромоэнциклопедии, есть возможность создать свои прописи, которые в типовом варианте могут служить шаблонами у разных пациентов, ну, безусловно, с какой-то индивидуализацией компонентной базы. И, как и у фитоэнциклопедии, модуль аромоэнциклопедии, модуль аромоэнциклопедии у фитоэнциклопедии для различных аромоэнциклопедии, которые потом будут использованы как типовые примеры. аромоэнциклопедии Например, вы можете создать аромокомпозицию для людей с питоэнциклопедии при нарушениях сна. Но каждый раз, когда вы будете работать с конкретным пациентом, у которого будет это расстройство, то вы все равно будете модифицировать эту аромокомпозицию. Например, вы можете создать аромокомпозицию для питоэнциклопедии с питоэнциклопедии, но каждый раз, когда вы предпринимаете аромокомпозицию для людей с питоэнциклопедии, вы будете модифицировать эту аромокомпозицию для питоэнциклопедии с питоэнциклопедии. аромоэнциклопедия, как второй большой раздел этого модуля, дает нам очень подробное описание фармакологических свойств данного масла, дает описание нам компонентного состава с позиции доказуемой аромологии и другие очень важные составляющие, которые необходимы в принятии правильного клинического результата. The second part of the module, which is called Aroma Encyclopedia itself, gives us a lot of descriptions of aromatic oils, starting from botanical nomenclature of the healing herbs, which are in that composition, to pharmacological description of the aromatic oil and even organoleptic properties of it. Перед вами скриншот как раз того раздела, который посвящен описанию, где мы подробно видим, допустим, нам интересен определенный компонент, который присутствует в аромомасле, и мы можем провести поиск по наличию этого компонента с тем, чтобы он мог оказать то необходимое воздействие на лимбическую систему, которую мы хотим достичь. Клименты, кишка, Here you can see, а скринсот от арома, окико-педия, окико-педия, и в этом сайте в партнере, мы видим, что, что есть интернолизация, для написания с помощью арома, и на экране, в данном виде, где мы можем найти его внутренние технологии, и мы можем использовать эту фильму, мы можем использовать this search by the by the property of that aromatic oil to choose the specific action on the limbical system for example и клиническая аромология этот раздел включает конечно описание применения арома масла в клинических целях and clinical aromatherapy section describes the usage of the oil in clinical therapy мы также можем воспользоваться выбором более чем 60 из 4 фармакологических свойств выбрав то арома масла заданным вектором который будет воздействовать на организм человека the module also allows the multiple selection of herbal essential oils according to more than 64 different pharmacological properties and we can choose just the one that we need ну к примеру мы хотим выбрать арома масла которая обладает с одной стороны противоболевым эффектом действия с другой стороны допустим балансирующим гормональную систему человека и вот такие сочетания качеств которые вам необходимы в вашей клинической логике вы можете использовать с помощью специальной раздела этого программы and for example weekend we need an aromatic oil with the pain killing effect plus сбалансирующим гормональную систему plus it should balance the hormonal system and we can easily do that by just two clicks of the mouse и полученном списке ориентируясь на легенду и рейтинг которые рассчитываются исходя индивидуально на конкретного пациента выбрать и те арома масла которые дадут максимальный эффект and by looking at the rating and at the legend we can choose those aromatic oils which will have the best эффект on the patient перед вами часть раздела модуля арома энциклопедии который называется арома респираторный тренинг который позволяет в режиме реального времени при применении арома масла видеть как вегетативная нервная система как организм человека реагирует на восприятие этого арома масла the video that you see now on the screen is from the meditation module of the better ball system and it is called aroma respiratory training what it allows to do is it will show the direct effect from inhaling the essential oils the immediate effect from the vegetative nervous system from the body on the use of a certain essential oil ну например если арома масла не подходит кондициональным это человеку вызывает в нем не те правильные отклики мы можем видеть что система мобилизации энергии очень усиливается напрягает система восстановления энергии снижается растет уровень стресса и снижается уровень энергии for example if we use an income if we use an incompatible essential oil we will see that the central nervous system will immediately react the stress level will increase and the level of energy or total power will drop в то же время сейчас еще другой видео ролик который мне подготовила техническая поддержка если арома масла правильно кондиционально подобрана то с помощью арома респираторного тренинга вы можете увидеть что у человека снижается уровень стресса растет уровень энергии и система восстановления баланса энергии также восстанавливаются восстанавливаются at the same time when using the correct essential oil the energy levels will eventually escalate the stress level will go down and the balance of restoration and spending of energy will align таким образом арома энциклопедия как модуль я как специалист рекомендую вам использовать в сочетании с арома респираторным тренингом для объективизации результатов потому что арома терапия это слишком эфемерное понятие для многих и когда вы своими глазами а еще и показываете это пациенту демонстрируете как откликается его организм это конечно очень убеждает I recommend using the Aroma Encyclopedia module in combination with the meditation module and Aroma respiratory training in order to prove the effectiveness of Aroma of certain Aroma therapy because Aroma therapy is not always clear for patients итак друзья благодарю вас за ваше терпение уверен что вы многое услышали интересного для тех кто уже использует наш модуль для тех кто планирует его использовать в любом случае вы можете задавать вопросы по указанным адресам мы с удовольствием на них ответим dear friends colleagues thank you very much for your patience we are always open to your questions please feel free to contact us anytime спасибо Продолжение следует...